Хей, всем привет, с вами Наташка, добро пожаловать в Sims 4, веселимся вместе, это серия номер 12. В прошлой серии наша драгоценная Моника родила вот такого пусси-муси милого мальчика, я его назвала Макс, Максимка, Эванс, и сейчас она мило ласкается с этим, со своим сыночком. Да, очень миленько, мне нравится вообще, как выглядят младенцы в Sims 4, они просто суперские. Это, кстати, по-моему, второй младенец за все мои летсплеи в Sims 4, потому что первым мы увидели Люську, дальше мы уже никого не рожали, и считаю, наша Моника уже вторая, которая родила. Как-то вообще жидковато, я вам скажу, но да ладно. Мне писали, что я помешана на детях, ну да, я помешана на детях, особенно в Sims 4 и в Sims 3, они такие милашки, вообще очень милые детишки. Я очень люблю, на самом деле, когда я только начала играть в игру Sims, я была в восторге от того, что там можно было рожать детей. Я в Sims 2 начала играть, и там были вот такие тоже детишечки, не в коконе, как в Sims 3, а в подгузниках белых. Мне, кстати, нравится больше, как они одеты здесь, вот в Sims 4, как в Sims 2 нравится. А в Sims 3 вот в этом коконе мне как-то не очень нравится, вот, но это я и так перешла на другую тему. Короче, я просто фанатила от того, что можно развивать семью, продолжать род, дедушки, бабушки, мамы, дети, внуки, все вот это супер для меня в Sims. На самом деле, ребята, я по секрету вам скажу, давай ты еще немножечко полоскаешь его там, поговоришь, покорчишь рожи, покачаешь, поваркуешь. Может быть, давай ты его покормишь, уж на всякий случай, сегодня же ты у нас будешь гулять по городу, заниматься собой, то есть она будет отдыхать. Я же говорила, что она отправится, блин, что-то я пытаюсь на ребенка нажать по привычке, как в Sims 3, а нужно на кроватку только нажимать. Кормить, давайте покроем грудью. Так вот, по секрету вам скажу, ребята, что я изначально в летсплей планировала четырех персонажей. Мы теперь хорошие друзья, в этом летсплее веселимся вместе. Ну, я подумала, что почему бы сделать, не сделать трех, и чтобы один персонаж родил и стало четыре персонажа. И еще я, ребята, хотела бы в этом летсплее пробовать детский клуб. Мы ни разу не вступали в детские клубы вообще, я бы хотела, чтобы наш Максик вступил, когда станет ребеночком, когда пойдет в начальную школу, он вступит в клуб Лига авантюристов, или как она называется, я точно не помню, в общем, точно детский клуб. Там девчонка такая, блондиночка главная, очень даже на Монику нашу похожа, у него такая же прическа, как у Моники. И она тоже светловолосая. Вот, и я бы хотела, чтобы Максимка наш вступил. И потом уже он вступит в другой клуб, тоже у меня на будущее. У меня вообще есть уже планы на этого персонажа, на нашего Максика, поэтому смотрите, очень даже интересная история у меня получится. Так, хорошо, давайте мы сейчас уже продолжим играть и делать свои дела. Дил у нас сегодня должен, по-моему, отправиться на работу. Да, и он сделал свое ежедневное задание, 10 часов у него, ой, слушай, малыш, ты чего не встаешь? Иди вставай, пожалуйста, иди в туалет и в душ, пожалуйста, чтобы ты все сделал, все свои нужды поднял, тебе уже на работу нужно. Подожди, ему уже нужно, ему уже к 10 нужно, да? До работы 19 минут, ты уже за час должен был выйти из дома. Все, давай быстренько сходи на горшок и вымойся в душ, и хоть как-нибудь попробуй вымыться, у тебя времени не так много. Блин, 10 минут ему осталось до начала работы. А Камоник куда пошла? Она пошла что-то готовить? Драгоценно моя, слушай, а у нас вообще есть что-нибудь в холодильнике? Да, у нас есть еда, поэтому Томка у нас за няню будет, да, он останется. Тома, ты где спишь-то? Господи, я со своей болтомню и забыла вообще наших персонажей. По нуждам отправить. Тома, почему ты решил на диване спать? Ну ладно, захотелось ему. Большой стресс он перенес этой ночью. Ты что ревешь, малыш? А, ну я тебя покормила, да, и ты у нас сходил в подгузники, соответственно, да. Мальчик мой, маленький, сейчас мы к тебе подбежим и все поменяем. Не плачь, мой хороший. Сегодня с тобой посидит мой братик, говорит Моника своему сыночку. Веди хорошо себя. Да, будь хорошим мальчиком. Ладно, ну Томка справится, я думаю. Дил у нас сегодня отправится на работу. Блин, ну слушай, хватит мыться. Ты уже опаздываешь, ты понимаешь? Уже 30 минут, как работа твоя идет. Съешь, пожалуйста, пару овощей, точнее фруктов, ягод. Все, Моника, тебе нужно зайти в шкаф, в гардеробчик. И тебе нужно поменять свой внешний вид, как я и говорила. Мы с вами сменим ее стиль. Я не знаю, как у нас получится. Мне предлагали в комментариях выбрать прическу, которая из романтического сада. Многим понравилась такая прическа на Монике. Поэтому я думаю, я ее сейчас и выберу. Кстати, Моника у нас не так сильно потолстела. Хотя, в принципе, есть какие-то некоторые округлости появились. Но не сильно, посмотрите. Она вроде бы даже вообще практически не изменилась. Мы все равно, ребята, сейчас поменяем одежду. А после с вами отправимся в спортзал. А потом, ребята, отправимся в спа-салон. Будем там наводить миникур, педикюр, массаж. Просто отдых конкретно строим нашей Монике. Она в прошлой серии тужилась, пыжилась, рожала. Сейчас ей нужно отдохнуть. Тем более, даже она, ну, можно так подумать, на протяжении 9 месяцев носила в животе Максика. Ей обязательно нужен сейчас массаж. И вообще другие. Я, кстати, думаю ей одеть джинсы. Какие-нибудь, может, светлые. Вот, беленькие. Или обычные, синие. Давайте попробуем эти одеть. Я думаю ей поменять, как бы, стиль. Она все время в платьишках ходила. Вот, и поэтому давайте мы сейчас ей оденем штаны. И теперь мне нужно выбрать какую-нибудь кофту. А кофт тут просто невероятно много разных вообще вариаций. У меня же глаза разбегаются. И мне сложно выбрать. Может быть, что-нибудь такое открытое, с пупком открытым. Потому что сейчас наша... Или давайте выберем какую-нибудь вот такую маечку. Это, кстати, как раз и завеселимся вместе, да? Вот этот топик прикольный. Прикольная тема. Давайте что-нибудь пока попроще оденем. Не будем одевать никакие открытые пупки делать. Сейчас мы займемся спортом. Приведемся в порядок. И потом, может быть, уже более откровенно оденемся. Ой, вот это мне нравится. Такое спортивное что-то, да. Блин, ну что же мне выбрать? Я не хочу полсерии сейчас выбирать. Сейчас она оденет себе вот такие вот джинсы. И такую майку. Сзади у нее спина открыта практически, да. В любом случае, мы поменяли с вами образ нашей Моники. И мы можем спокойно сейчас отправляться в спортзал. Как бы заняться спортом немножечко. И потом уже отправиться в спа-салон. Я же забыла его поставить. Я поставила тот же самый спа-салон, что и в семейке Митчелл. И даже на то же место. Мне очень нравится вообще вот этот спа-салон. Там и сауна, там и массаж, там и педикюр, маникюр. И йога есть. В общем, короче, мы конкретненько сегодня отдохнем. И Моника вообще, наверное, просто невероятно счастлива, что у нее есть такая возможность, что она может оставить ребенка со своими парнишами. И с Томкой, в особенности, потому что Дилан отправился на работу. И он тоже очень серьезный вносит свой вклад в семью. И для ребенка тоже работает. Он молодец просто огромный. И Тома сейчас тоже, надеюсь, он справится с ребеночком, с Максиком. И у него все хорошо получится. И Максимка не будет вредничать и проказничать. Ну, в общем, понадеемся на это. Блин, ну почему наши персонажи оказались на выходе? Чем у нас Тома занимался? По-моему, он спал, да? Давайте мы его отправим спать. Пускай он уж выспится. Ребенок как бы не против. Максимка у нас сейчас тоже спит. Тоже сладенько такой, милый мальчик. А мы сейчас уже сразу давайте отправимся в спортзал. У нас, кстати, есть тут коврик для йоги. И можем тоже потом в будущем заниматься этим видом спорта. Я не знаю, это вид спорта или нет. Я йогой не занимаюсь вообще. В этой теме никак не варюсь. Хотя, может быть, интересно было бы как-то заняться ей. Посмотрим. Итак, мы отправились в спортзал. В этом спортзале мы уже были. Здесь был Дилан на встрече своего клуба. Я не помню, правда, как он называется. Но, в принципе, не важно. Давайте мы сразу же нашу Монику отправим на беговую дорожку. Пускай она немножко пробежится. Хотя, таким же макаром мы с вами, ребята, могли бы пробежаться по городу. Это даже гораздо интереснее, чем бежать на одном месте и смотреть на стенку. На вот эту стенку. Кстати, очень красивое место. Ого! Я вот это не замечала. Посмотрите, какая тут достопримечательность. Шикарный город, честно вам скажу. Кстати, почему я это не замечала? Мы же сто раз тут в этом центре были. Ну, ладно. Ничего. И мне нравится вот эта стена. Это, наверное, какая-то крепость. Да, вот, посмотрите. Это, скорее всего, вот этот дворец, в котором мы тоже ни разу не были. Там лабиринты. Надо бы туда сходить как-нибудь на досуге. Посмотреть, что там и как со всей семьей. Наш мальчик подрастет. И я думаю, мы сходим вместе с ним. Ему понравится по лабиринту походить. Да, ты решила нас как-то развлечь. Мы тут бежим, смотрим на какую-то стенку. Крепостную. Ладно. Прикольно вообще. Мне нравится вообще внешний вид спортивной костюмы нашей Моники. Оно вообще здорово выглядит. Мы одели вот эту шевелюру, но вы представьте, как вот она уже вся просто потом истекает. Только-только встала на дорожку, а уже вся просто капает. У нее тут капли капают. И как ей неприятно, что у нее на плечах волосы. Ее роскошные локоны вместе с потом перемешиваются. Я просто такое терпеть не могу. Вот честно. У меня есть абонемент в спортзал. Там бассейн и все такое. И я это самое убираю волосы свои. Потому что я не могу просто. Я даже челку свою убираю. Хотя у меня ее нету. Я не люблю, когда на лоб мне волосы прилипают, когда я потею. Ужас какой. Когда я вся мокрая, например, после бассейна и после сауны. Я вот такая вот брусгана. Хотя многие, наверное, брезгуют по этому поводу. Представляете, спина вся у нее мокрая. И у нее вот эти локоны прилипают. Ладно. Все равно она сейчас в душ пойдет мыться. Мы сейчас добегаем немножечко. Вот дойдем до конца. И я... О, мы, кстати, болтаем. Друзей заводим. Здорово. Мы поссорились с Шиван. Кстати, мы с Шиван же планировали завести хорошие отношения. Стать лучшими подругами. Но, как видите, у нас не срослось. Вот. Но мы можем найти других подруг. Тут не так уж и мало персонажей. С которыми мы можем завести хорошие отношения. Все, ты добегала. Давай ты отправишься мыться в душе. И я думаю, ты отправишься... А где тут душ? Может, внизу? Да, ну, по-моему, внизу. Тут уже кто-то намывает свою жопу. Ладно, давайте мы отправимся. И потом сразу же пойдем в спа-салон. И там уже будем сидеть в сауне. Мадикюр. Мадикюр, блин. Педикюр, маникюр. В общем, мне кажется, классно наша Моника сегодня отдохнет. После вот таких вот тяжелых дней, которые были в предыдущих сериях. После нервотрепки, вот этой ругани, расстройств. Рождение ребенка тоже достаточно мучительно для нее было. Но все-таки не так мучительно, как могло бы быть. Все-таки она родила его быстро и хорошо. Хотя врач у нас вместо ребенка как-то достал сердце. Мне очень нравится эта анимация, которая была в прошлой серии, когда мы рожали. Сердце достало, господи. Это просто ужас какой-то. Такая счастливая полотенчика одела. Все, ты вымылась. И тебе нужно поесть. А поесть где мы можем? Поесть мы можем... Тут где-то была кухня вроде бы, да? Внизу. Или наверху. На третьем, точнее втором этаже тут есть какая-то кухонь. Давайте мы возьмем, быстро перекусим. Овсяночку съедим. И отправимся потом в спа-салон. К вечеру примерно. Давай быстренько поднимаемся. Слушайте, персонажи по этим лестницам, если так взглянуть на время, они поднимаются минут 20. Это как-то странно, мне кажется. Она шла до этой кухни. 30 минут. Как это вообще могло бы получиться? Мне кажется, максимум можно за 3 минуты дойти. Но не за 30. Уж даже не знаю. Ладно, устала, видимо, очень. Прикольный у нее стиль. Внешний вид такой вот молодежный. Не такой романтический. Прям платьишки, туфельки, бусики. А что-то такое спортивное, молодежное. Мне нравится. Пускай она в таком походит пока. Очень мне нравятся вот эти джинсы. Давай ты немножко покушаешь эти овсяные, овсянку. Это не овсянка, а хрустики. Вообще овсянка была бы гораздо полезнее. Точнее, просто полезнее. Безгораздо. Так неправильно говорить. Все, все, все. Хватит кушать. Давайте отправляем. Мы хотим в туалет. Я знаю. Но мы в туалет сходим в спа-салоне. Там уж, я думаю, точно есть тубзик. В любом случае он есть. В Иллоу Крик. Отправляемся в родной город Митчелл. Семейки. Ну, Митчелл тут, конечно же, нет. Это же другая игра. Блин, нам надо завести какую-нибудь подружку. Это занятие йогой. Сейчас мы воспользуемся туалетом. Интересно, мы успеем заняться йогой? Как это нужно сделать? Давайте начнем занятия. Что... Ой, слушайте, нет. Слишком дорого. У нас вообще... Смотрите, сколько денег. Ой-ой. Ужас какой. Мы же даже нам на массаж не хватит. Ладно, давайте... Я не буду сейчас заниматься йогой. Потому что у нас останется 28 миллионов. Давайте мы тогда сделаем массаж ног, рук. Давайте ног. Сделаем массаж ног. Татьяну возьмем. Потому что мы все эти 9 месяцев проходили с большим пузом. И ноги наши устали. Руки-то у нас болтаются. В воздухе. А вот ноги держат нас в равновесии. Держали все эти 9 месяцев. Книжку читаешь, да? Ну, мы к Татьяне идем. Я думаю, Татьяна хорошо сделает массаж. Хотя, в принципе, мужская рука. Может быть, даже и лучше была бы, чем женская. Да что ты болтаешь? Давай садись уже, делай себе. Массаж для ног. О, да. Хорошо как, а? Я хочу это сфоткать. Потому что... Вот так вот. Давайте поболтайте о чем-нибудь. Расскажи про свою жизнь. Насколько оно у тебя насыщенное и интересное. Вчера утро дела. Сегодня решила пойти отдохнуть, расслабиться. Родила мальчика прелестного. Весь в 3 и 2 кг. Не знаю. Цвет волосы сказать не могу. Потому что я не видела. Я не знаю. Я не знаю. Может, он, скорее всего, наверное, в папу пойдет. По цвету волосы вообще. Хотя, кто знает. Что, мне кажется, мальчики похожи на папу в Sims 4. А девочки на маму больше похожи. Хотя, это не факт. Не факт. Это в Sims 3, на самом деле. Вот я не знаю, на кого Шон у нас похож в райских островах. Скорее всего, на папу. А наша Наомка похожа на мамочку. Так, мы сделали массаж. У нас появился... Чешем пятки. Монлет. Моника чувствует небывалое приятное ощущение в пятках. Счастливая очень. Я очень рада, что ты очень счастливая. И давайте мы сейчас отправимся в сауну. Посидим немножко. Слава богу, что она бесплатная. А то просто везде дерут деньги. Массаж, я думаю, спины... Не знаю. Может быть, у нас и хватит на массаж спины. Я бы хотела принять грязевую ванну. Тут какой-то мужик. Наверное, нам сюда заходить нельзя. Потому что тут только что мужчина принимал грязевую ванну и пошел мыться. Или он только сейчас начал принять. Посмотрите на его лицо. Маск себе сделал. Какое вообще? Ладно. Хорошо, тогда мы сейчас после сауны отправимся. Тут, кстати, есть беговые дорожки. Посмотрите, нам не обязательно было идти в спортзал. Сколько стоит грязевая ванна? 60 миллионов. Боже мой. Что за обдираловка? Наполнитель ванны с молоком, медом, астянными хлопьями. Но это уже подешевле. А, ну да. В два раза дешевле. Нет, давайте лучше грязевую ванну принимем. Сейчас мы расслабились в сауне. О, хорошо. Как просто вообще невероятно хорошо. О, господи. Я бы тоже сейчас отправилась в сауну. Посидела бы там. Блин, у нее же прям вообще какой-то кайф. Жарко. Тут кто-нибудь у нас есть вообще? Доска переполнена. Сейчас мы все это поудаляем. Просто много скриншотов. Опачки. Дилан вернулся с работы. Получает, зарплата увеличивается на 70 миллионов. О, мы же там повысились. Блин, скидилан, да ты просто вообще лапушка молодец какой, а. Просто шикарный мужчинка. Вот посмотрите, он второй день пошел на работу и повысился. 375 миллионов. Господи, Дилан, спасибо. Мы теперь можем сделать и массаж. Еще один раз массаж ног и рук. Мы можем сделать 300, блин, грязевых ванн. Дилан, ты просто лапушка вообще. Посмотрите, сколько у нас теперь в бюджете. 721 миллион. Мы можем спокойно сейчас заняться отдыхом. Не переживая то, что у нас деньги кончатся. Так, следующая смена четверг в 10 часов. И мы получаем 38 миллионов. Ну, короче, не важно. Короче, мы повысились, ребят. Давайте мы позанимаемся видеоиграми. Что тебе нужно делать для работы? Ежедневное задание. Играть в видеоигры. Надеюсь, ты сейчас это задание будешь выполнять. Если я сделала действие, ему развивать навык видеоигры. Я надеюсь. И нам нужно навык программирования второго уровня достичь. Мы этим займемся. Так, а Тома у нас сидит с малышом. Давай ты еще с Диланом пообщаешься. У тебя как раз там компания появилась. Дилан вернулся с работы. Ты не одинок. Хотя ты, наверное, общался... Томка общался с малышом, поэтому ему точно одиноко не было. Посмотрите, она просто очень счастлива. Парное удовольствие. Сауна творит с телом чудеса. Да, я согласна. У нее и досуг повышается. И она просто балдеет во всю катуху. Ладно, давай ты заканчивай. Потому что тебе дальше нужно отправляться принимать грязевые ванны. У нас появились деньги. И мы можем эти ванны принять. Здорово. Мы можем не только грязевую принять. Мы можем и с наполнителем принять. Ой, Моника, ты у нас станешь просто найсчастливейшей женщиной. Просто найсчастливейшей сейчас. Вернешься домой. Просто в отменном расположении духа. И просто вообще всех там зацелуешь, заобнимаешь. Ой, какие огурцы у нее смешные. Посмотрите на глазах. Здорово. Ой, какой балдеж, а. Я, кстати, ни разу не принимала грязевые ванны. Масочку себе сделала. Огурчики на глазки положила. И просто вообще обалдеть. Сейчас она, наверное, ну, ей нужно же как-то вымыться после этой грязи. Она же не пойдет такая домой вся. Ай, Моника, вообще я рада за тебя, что ты у нас сегодня так отдохнешь. И все благодаря Дилану. Потому что если бы он не получил повышение и премию бы не получил, мы бы, наверное, не смогли бы сейчас полностью воспользоваться всеми богатствами этого спа-салона. К сожалению. Ну, а так сейчас мы можем несколько раз принять разные ванны с наполнителями. Опа. Так, теперь мы... Вот так... Ты что, все? Угу. Это ты... Это называется... Приняла ванну грязевую. А почему ты не пошла мыться? Обмоталась полотенцем. Теперь она все в грязи. Ладно, давайте мы тогда примем что-нибудь. Розовые лепестки. Ох. Вообще. Все, давайте вот это сделаем. Смысл от этих розовых лепестков. Ну, посмотрим на эти розовые лепестки. Масочку? Теперь уже без огурцов сидишь? О, правильно. У нее, кстати, и прическа другая стала. Она голая просто. Села туда. В грязевой ванне она сидела в купальнике. Хе-хе. А, какой балдин. Она себе еще и брови намазала. Да, правильно. Да, горячая ванна с какими-то розовыми лепестками. Не знаю, смысл от них. Не знаю, может, они какие-то полезные элементы дают. Но, мне кажется, смысла нет. Все, мы можем еще что-нибудь принять. Короче, да. А, то есть мы кокетливой стали. Ясно. Это настраивает нас на какое-то настроение определенное. То есть, если бы мы приняли бы какую-нибудь ванну, там, цитрусовую, например. Наверное, нам возбуждение дали бы. Не знаю. Давайте мы отправимся делать массаж. Сеанс массаж. Получить спортивный массаж камнями. 300 миллионов глубокий для зачатия. Но нам это точно не нужно. С лотосом. Массаж с лавандой. Мятой. Все деньги мы на это потратим? Нет, я не хочу. Я не позволю. Нет, действительно, у нас... Давайте лучше возьмем глубокий массаж. Мы сейчас... Так, что у нас за мужик? Темноволосый, да? Надеюсь, это мы его взяли. Он как раз стоит тут без дела. Возьмем глубокий массаж. Сейчас расслабимся после нашего живота. И... Просто я не хочу брать камнями массаж. Потому что... Слишком дорого. У нас еще мальчик. Ему нужно будет такие игрушки покупать. А Дилан у нас все-таки не имеет бесконечной силы, чтобы работать сутки напролет. Мы, кстати, можем... Что тогда? Давайте ложитесь. Ложись, пожалуйста, на... На кровать эту. Очень классная тема. Удобная очень. Я вот ходила на массаж. И там не было вот такой вот... Приспособления такого, куда можно вот так вот лицо положить. Было вообще крайне неудобно лежать. Потому что нос упирался в матрас. Тебе нечем дышать было. А тут вообще очень удобненько. Да. Вот так вот. Ты, надеюсь, у нас хорошо профессионал в этом деле. А то, знаете, массаж такая тема серьезная. Если что-то куда-то не туда нажмешь и сделаешь, то можно получить травму спины. Это вообще очень серьезная тема. И мы хотим спать, я смотрю. И у нас питание, да? Поэтому, я думаю, нам стоит после того, как... Ну и лицо у нее. Как мне нравится оно. Да. Все, Моника, ты сегодня просто конкретно отдохнула. Вообще, мне бы такой отдых. Действительно. 457... Точнее, 51 миллион. 451 миллион у нас осталось. Было 700 с чем-то. Ну, в принципе, нормально. Потратили не так много, по крайней мере, не все деньги. Вот, сейчас мы сделаем массажик и отправимся назад домой. В сауне посидели. В грязевую ванну приняли. С лепестками ванну приняли. Теперь у нас романтическое настроение. Сделали массаж. И... А, мы, кстати... А, еще массаж ног мы сделали. Может бы еще руки сделать. Ну, да ладно. Не будем. И... Ну, вот этим, правда, мы не занялись. Мне кажется, достаточно хорошо отдохнули. Без медитации этой, без йоги. Все. Ты что, голая? Ты что разделась? О, отреагировать на массаж? О, странное поведение у Моники. Видимо, она слишком уже отдохнула. Ох, вы растворяетесь в безмятежности. Волны расслабления охватывают вас. Все. Моника, давай ты оденешься и отправляйся, пожалуйста, назад домой. У тебя питание, бодрость и дом тебя поджидает твой сыночек. Не забудь, пожалуйста, про него. Все-таки, конечно же, она, наверное, бы сутками тут сидела бы. Особенно, если у нас были бы деньги просто. Бесконечное количество она была. Хотя, мне кажется, она бы устала. Дома обнимается. Сестренка пришла отдохнувшая, да? Привет. Еды у нас, наверное, дома уже нет. Все уж съели. Да нет, вроде никто ничего не ел. Мальчики, вы чем вообще питаетесь? Без Моники тут вообще. Оставили еду в холодильник? Я уже думала, они ее съедят. Нам бы, кстати, ее приготовить. Да, Моника устала. Тут ничего. Мы сейчас покушаем и отправимся спать. А я, ребятушки, думаю, закончу серию. Потому что она уже давно подошла к концу. Мы хорошенько отдохнули. Моника у нас поменяла свой внешний вид. И мне кажется, он стал очень даже классным таким. Сейчас она вкусненько кушает яйцо с гренками. Мальчики, я смотрю, за ним хорошо поухаживали. За нашим Максиком. Потому что он сладко-сладко спит в своей люльке. И, ребятушки, ставьте лайки за нашу Монику отдохнувшую. В следующей серии... Ну, я не буду, что... Я не буду говорить, что мы будем делать. Потому что я еще до конца не решила. Это раз. Два. Ну, чего уж раскрывать все карты. Узнаете в следующей серии, что будет в следующей серии. Всем пока. Спасибо за ваши просмотры. Спасибо за ваши лайки.